МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На мастер-классах были спортсмены разного уровня подготовки. Они приехали из всех регионов Беларуси, России и Украины. Подобные сборы, мероприятия регулярные. Например, в Гомеле ежегодно проводится зимняя и летняя школа карате. В них участвуют и зарубежные мастера. Гомельская школа Кумите старейшая в Беларуси. Такими достижениями похвастаться пока не может ни один другой город страны. Достижениями Гомельской школы в Кумите пока никто не может похвастаться. Лучшими, по крайней мере. Были ребята там, хатисты, хорошие из других регионов. И бойцы хорошие из всех регионов. Но на сегодняшний день все-таки Гомель у нас лучшие титулы. В марте Гомель примет Кубок по Лесе. А в апреле состоится детский международный турнир «Дружба без границ». Лучше отправиться защищать честь страны на чемпионат мира в Берлине. Чемпионат Республики по дзюдо среди юниоров и юниорок на 21 года прошел в Могилеве. В первый день первенства дзюдоисты Гомельской области завевали три медали. Егор Трухан занял первое место. Сергей Окунев и Сергей Короткевич – третьи места в своих весовых категориях. Девушки завевали три золотых и пять серебряных медалей. Анна Буракова, Полина Слесаренко и Дарья Григорович победили. А Мария Глеза, Ангелина Демковская, Валентина Трошко, Мария Сидоренко и Виктория Новикова стали вторыми. Во общекомандном зачете Гомельская область оказалась на первой строчке турнирной таблицы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4».